Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Он также сказал, что готов. То есть, что это показывает? Это показывает, что наша повестка уже принимается здесь. Некоторые, вероятно, обеспокоены этим. Но главное, чтобы между Азербайджаном и Арменией было примирение, то есть подписан мирный договор. Мы хотим этого. Иль Хамалиев подчеркнул, что выступает за конструктивный диалог с Ереваном и выразил готовность к сотрудничеству по будущему развитию региона. При этом президент подчеркнул, что у азербайджанской страны есть политическая воля. И в случае проявления такой же воли со стороны Армении вопрос может быть решен. Также президент отметил большую роль Турции и России в обеспечении стабильности на Южном Кавказе. Он заявил, что считает формат Турция, Россия, Азербайджан, Армения достаточным для устранения рисков новой войны в регионе. Турецко-российское сотрудничество является гарантом стабильности в нашем регионе. Армяно-азербайджанские отношения обсуждались во время недавней встречи президентов Турции и России. И мы находимся в постоянном контакте как с Турцией, так и с Россией. Я как президент всегда на связи. Касаясь сложной ситуации на Азербайджано-армянской границе, Иль Хамалиев отметил, что Азербайджан не нарушал ничьих границ и призвал все стороны к позитивной риторике. Есть карты 1920 года, карты царской России. Пусть придут и посмотрят, где проходит граница. Мы на своей территории. И Армения сейчас заявляет это. Кто-то говорит, что мы нарушили чьи-то границы. Это смешно, потому что в регионе начинается новый период. Мы считаем, что этот период следует направить в позитивное русло. Визит президента Азербайджана в Джабраильский район не случайен, поскольку ровно год назад, в этот день 5 октября 2020 года, вооруженные силы Азербайджана освободили от армянской оккупации несколько сел Джабраильского района, а также заняли важнейшие стратегические высоты в различных направлениях. Сегодня новый международный аэропорт, освобожденного от оккупации Физули, принял первую официальную делегацию. Об этом сообщают азербайджанские СМИ. Так, накануне в воздушной гавани приземлился самолет с делегацией во главе с заместителем премьер-министра республики Татарстан России Альбертом Каримовым. В состав делегации вошел также заместитель генерального директора КАМАЗа Рустам Шамстудинов. Каримов отметил, что Татарстан всегда был нацелен на укрепление взаимоотношений с Азербайджаном, а также рассказал о важности открытия сервисного центра КАМАЗ в Джабраиле. Республика Татарстан традиционно уделяет особое внимание сотрудничеству с Азербайджаном в рамках успешного развития азербайджано-российского сотрудничества. Сегодня очень важный для нас день. Открытие сервисного центра КАМАЗ укрепит экономические отношения Азербайджана и России. В ходе визита заместитель премьер-министра Татарстана Альберт Каримов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он поделился с главой азербайджанского государства своими впечатлениями от аэропорта Физули, отметив высокий уровень новой воздушной гавани при столь коротких сроках строительства. Напомним, закладка фундамента международного аэропорта Физули состоялась 14 января с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. А уже в сентябре Физулинский аэропорт принял первые самолеты. Каримов в беседе с президентом Алиевым еще раз отметил укрепление взаимоотношений между Татарстаном и Азербайджаном. По его словам, свидетельством тому является создание совместного сервисного центра КАМАЗ, одного из ведущих мировых производителей грузовых автомобилей, с производственным объединением Гинжинский автомобильный завод в Джибраиле. Добавим, что 4 октября президент Азербайджана заложил в Джибраильском районе фундамент совместного сервисного центра ОАО КАМАЗ и производственного объединения Гинжинский автомобильный завод. Сегодня в Кахетинском регионе Грузии состоялась встреча в трехстороннем формате между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуан Шером Бурчуладзе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана. Главы оборонных ведомств обсудили текущую военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы развития военного сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечения безопасности региональных проектов. Было подчеркнуто, что данная платформа стратегического партнерства, основанная на взаимном доверии, играет важную роль в точке зрения обеспечения мира и стабильности в регионе, устойчивого развития, а также благосостояния народов. По итогам переговоров был подписан протокол. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар уже после трехсторонней встречи заявил, что учения, проведенные с Азербайджаном в Грузии, значимой стране такого важного региона, как Кавказ, будут полезны для наших сил обороны. Хулуси Акар назвал встречу министров обороны трех стран хорошей возможностью для обсуждения текущих отношений и оценки будущих перспектив. Министр отметил, что на встрече также был затронут вопрос сохранения мира и стабильности в регионе. Этот регион очень важен во многих смыслах с точки зрения нефти и газопроводов. Поэтому не только для нас, но и для всех стран региона важно, чтобы в регионе царили мир и стабильность. А накануне трехсторонней встречи Министерство обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества. Подписанию документа предшествовала официальная встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе, на которой стороны отметили важность проведения в эти дни в Грузии трехсторонних командно-штабных учений с компьютерной поддержкой Eternity 2021. Напомним, учения Азербайджана, Турции и Грузии стартовали накануне и продлятся до 8 октября. Также сегодня министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с главой оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром. Встреча прошла накануне начала в Нахчеванской автономной республике в рамках проекта «Братская бригада совместных азербайджано-турецких военно-тактических учений «Нерушимое братство-2021». Вооруженные силы двух стран отработают координацию между сухопутными войсками. Учения также завершатся 8 октября. С сегодняшнего дня Иран вел запреты на полеты в Нахчеванскую автономную республику самолетов, выполняющих больше функцию военного обеспечения. Об этом иранская сторона по официальным военным каналам проинформировала Азербайджан. Также стало известно о том, что в Баку закрылся бакинский офис Аджага Нижата, представителя верховного лидера Ирана Ахаминьи, в Азербайджане. Напомним, напряжение между Ираном и Азербайджаном, которое не спадает вот уже несколько недель, началось после задержания на азербайджанском участке дороги гору Скафан иранских грузовиков и водителей, которые, по данным Азербайджана, не имели соответствующего разрешения на прохождение госграницы. После этого начались грубые заявления со стороны Ирана. Так, глава МИД Ирана Гусейн Амир Абдуллахиян неожиданно заявил, что Тегеран никогда не потерпит присутствие фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи границы с Исламской республикой Иран, а также геополитических изменений региона и его границ. На что в МИД Азербайджана весьма сдержанно указали Ирану на то, что сведения, которыми якобы располагает Иран, не соответствуют действительности, а президент Азербайджана Ильхам Алиф в ходе рабочей поездки в Джабраильский район и вовсе призвал Иран представить доказательства. Мы проявляем добрую волю, но это не значит, что мы примем необоснованные обвинения в свой адрес. Я говорю об этом здесь, в Джабраиле, на берегу реки Араз. Говорю азербайджанскому народу и всему миру. Необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа. Мы отвергаем эти обвинения, не принимаем их и требуем доказательств. Однако сегодня Иран пошел еще дальше, заявив, что примет участие в строительстве дороги в объезд Азербайджана, которая будет представлять собой альтернативу трассе Горис-Кафан в Сюникской области Армении. Об этом сообщают иранские СМИ. Журналисты отмечают, что в Ереван уже направилась делегация во главе с замминистра дорог Ирана, чтобы обсуждать строительство транзитной магистрали. Также Иран сегодня развернул до 4000 скоростных катеров с крупнокалиберными пулеметами на одной из баз на побережье Каспийского моря. Отметим, что осложнения отношений проходят на фоне военных учений. Так, в Нахчеванской автономной республике Азербайджана в рамках проекта «Братская бригада» проходят совместные азербайджано-турецкие военно-тактические учения «Нерушимое братство-2021». В то же время Иран проводит учения покорителей Хайбара на северо-западе страны и вблизи границ Азербайджана.